Привет, зритель! Сегодня солнышко нема, потому на балконе холодно, поэтому обзор покупок фруктов я буду сделать в комнате, хотя при свете дня. Вообще у меня есть там два купона на 100 рублей на скидку, если покупаешь магнит из 24, кажется, по 28, сегодня 28, да, Марта? Потому что я что-то забыла глянуть на календарь, какое сегодня число и телефон у меня глубоко в сумке. В сумочке, которая внутри сумки купеновской, короче говоря, никак не дойти, хотя можно было на кухню зайти глянуть на календарь. У меня же еще и здесь календарь. Сейчас узнаем, какое сегодня число. Я, правда, не уверена, сегодня день недели. Вчера был творник, сегодня сырник. Значит, сегодня 27, я что-то думала, что сегодня четверг. Короче, видимо, что сегодня все-таки среда, потому что вчера у меня была подруга на пианине и мастер по ремонту стиралок знакомый. Короче, в общем, чего? Если бы я накупила магните на 800 рублей в разное время, в период 24 марта по 28 марта, то у меня была бы скидка 100 рублей, я бы могла оплатить только 700. Но у меня настолько не добралось, плюс у меня финансовый романс. Был, конечно, шанс, я ни разу эти купоны не отоварила. В прошлом году у меня тоже этот купон валялся. Один в этот раз, даже два, у меня случилось в два раза меньше покупка. Вообще, мне надо было яиц, хотя мне пообещали куриных домашних яиц, которые слегка подороже, но при этом домашние. Ну, вот так как мне как бы надо какой-нибудь пирожок сваять или ещё что-нибудь приготовить, я решила, если будут более-менее свежие, то куплю. В общем, яйца. 19 марта сваяние, первый сорт. Яйца куриные, пищевые столовые, первые категории, деревенские. В 2008-2014 году они получали какие-то там медали. Вполне себе яйца. У меня там одно, правда, лежит, но как-то это... Вдруг и захочется чего-то больше. Я купила три киви. Они мягкие. Некоторые люди считают, что киви твёрдые лучше, чем мягкие, как я узнала тут сегодня. Но я раньше тоже сомневалась, потому что никогда особо киви не увлекалась. Покупали исключительно салат фруктовый делать с йогуртиком. Но я как-то что-то тут подсела на пюрёшки фруктовые. Хотя вот у меня банан, яблоко и вишня сделано, и вот что-то оно стоит. Я тут пару дней почти их не ела. Ногти мне сказали, две недели поедания фруктового пюре ещё не прошло, а ты уже ленишься его хавать. Вчера я ещё почитала, что пюре, оказывается, это самостоятельное блюдо, и вполне его можно есть и без никто. Только вот пюре картофельное, допустим, лучше есть как гарнир. Ногти у меня сегодня намного лучше. Короче, я вчера сметаны жирной углической на развес, угличепольской, короче, Головинской купила тут на днях, и зафигачила немножко этой сметаны в это пюре. Вот часть у меня пюре со сметаной, а часть пюре без сметаны. Надо вот его дохомячить и сделать уже банан, яблоко, груша и киви. В манге всё не видно, но, с другой стороны, мне эта манга как-то на меня так странно повлияла в составе яблока, груша, киви, банана. Мне почему-то ласты склеивались. Вот если туда сливки добавить или отдельно манга есть, такого эффекта не было. Я купила виноград из Индии, зелёный, он что-то там по 129 кг шёл. Чек у меня в этом, в кошельке сейчас достану. В общем, вот, я надеюсь, он не с толстой зелёной корочкой и не кислый, и даже если он с костями, лишь бы он не был кислым. Где чек-то хоть у меня? Цек. Сейчас скажу, вообще накупила на 324 рубля 79 копеек. Грубо говоря, 325 рублей. В общем, груша, до которой мы ещё не дошли, она у меня вышла на полкило с лишним. 58-34. Апельсины, до которых мы тоже ещё не дошли внезапно, я тут что-то решила купить, которые вышли на 590 грамм 29-44, они по 49-90 идут. Вот виноград 126 рублей 70 копеек за килограмм, 604 грамма, 76-53. Яйцо 56-90. Киви 89-90 на 308 грамм вышло, 27 рублей 69 копеек. Яблоки, там одно яблоко, оно так лежало в апельсинах и говорило, Алёля, видишь яблоко, я красненькая, возьми меня. У тебя есть зелёные полтора кг, сейчас уже меньше, чем полтора кг, ну вот в таком мешочке. А возьми меня. А я решила его взять, думаю, чё бы нет. Так, может так схомячу. А может тоже затру. Так, яблоко у меня было одно на 13 рублей 39 копеек. Вышло 178 грамм яблоко. Ну, вы увидите, это яблоко. Бананы всё по той же цене. Там вообще написано, что цена 67 рублей на ценнике. Бананы, думаю, о, надо же обратно подешевелись слегка. А на чеке они на самом деле 74-70, как и были в последний раз, когда я их покупала. Вышло у меня бананы на 502 грамма, 3 штука 37 рублей 50 копеек. И карта лояльности магнита 25 рублей 1 штука. Если покупаете на 500 рублей в магните, то эта карта лояльности вам идёт за 1 рубль. Если покупаете на меньше, чем 500, она стоит 25 рублей. Я хотела к ней прийти чуть попозже, но вот, раз уж я достала чек, то я сейчас её про неё скажу, а потом обозрю, когда руки дойдут до неё. Вот бананы. Они все такие... Там два ящика с бананами было, вот пакет порвался. Пакет порвался, ну да ладно. В общем, три отдельных бананов. На ноутбук кладу, наверное, не буду на ноутбук. Классник так положу рядом. Вам-то не видно, а мне-то да. Три апельсина. Я сначала думала купить один апельсин, очистить его от кожуры, разделить на дольки и зафигачить в миксер, который... Та фигня, которая отвечает за блендеры у современных блендеров, которые без миксера... Которые миксеры идут просто в взбивалки, а блендеры как в блендеры. В общем, у меня это исторический блендер. Сделанный ещё теми, кто его производил, не Китай, я не помню кто, но что-то такое, Венгрия, не Венгрия. Ну что-то такой приличный миксер, 91-го, что ли, вообще года. Такой винтажный миксер, ё-моё, четыре насадки разных. Ну, в смысле, вот такая, вот такая. Вот такая, вот такая, и та, которая делает пюре фруктовое. И думаю, или так просто съем, а тут потом что-то смотрю, там такие два маленьких апельсинчика, ну, несколько таких маленьких апельсинчиков было. И ещё чуть побольше, а так вообще какие-то огромные апельсины, я думаю, что бы не взять три апельсинчиков. Один может так схомячить, другой может в пюре зафигачить, что-то таки я зеваю, гаман носа. Я что-то вообще, я ночью писала АСМР, который у меня англоязычный зритель попросил. Не из тех, которые с помощью гугл-переводчика косят под иностранных людей, а реально какой-то такой иностранный зритель англоязычный, который мне уже что-то каментил, даже вроде в стриме что-то писал в каком-то. И каментил исключительно по АСМРу с пупырками, с руками. И вот АСМР там тоже был какой-то, уж я не помню, но вначале были пакетики. И вот там даже секунды мне показалось, какие, чтобы я поняла, что это, что он от меня хочет, я записала это АСМР. Вот люди, учитесь, как вежливо попросить о том, чего вам очень хочется. Не срать в каменты. Все, что ты пишешь, это говно. Ты должна понимать, что на тебя подписываются исключительно из-за АСМР. Люди, я в аналитику гляжусь на телефоне. В основном на телефоне, на YouTube студии творческой, где видно, что плейлист, допустим, с АСМР чаще посещают, чем все остальное. Я в курсе. Ну, вы что думаете? Если вы меня обосрали с ног до головы, и все, чем я занимаюсь, тоже, то я все брошу и буду АСМР сразу писать. Причем, это мне писалось в момент, когда я монтировала ролик по пустым баночкам. Причем, твои болталки мне не интересны, все смотрят только АСМР, ля-ля-ля. Ничего, что я в АСМР шепотом по большей части говорю. И это тоже болталка своего рода. Ну, вот знаете, я еще вчера думала пост написать на стене YouTube такой разгромный, то, что сейчас говорю, просто задолбало. Честно, задолбало. Настолько задолбало, что я вчера матом в флудилку ругалась. Немножко матом, но очень задолбало. Если я сейчас говорю, что вот ясно, что меня задолбало в том, я подумала, какой-нибудь левый человек придет, значит, ну, когда стала редактировать свои эти пятки, чтобы у меня там заглавная буква, точка, заглавная буква, точка, то я стабильно пишу в последнее время без заглавных букв. Некоторых это папа болит, а кто сидел на стихах ру, тех раньше возможно... Вот меня раньше коробило, когда там вообще без знаков припинания поток сознания был. Не то, что там большие буквы, а их отсутствие. Или кто-то писал капсом. Тот как бы уже в теме. Тому уже как бы ни холодно, ни жарко. Потом думаю, если человек какой-нибудь левый придет. Я вот, знаете, я вот умею ставить, ставать на место других, а вот те, которые срут каменты под левыми роликами, СМР непосвященными, ты там давно не рисовала. Человек, который это писал. Ты, пожалуйста, не обижайся, я ведь тебя тоже не хочу обидеть. Я же не обсираю все, что ты делаешь в своей жизни, в отличие от тебя в каментах недавних. Почему мне так приколалось? Сначала люди тебе обсирают с ног до головы, ты им как бы отвечаешь. Я сначала всегда думаю, блин, вот как бы так ответить, чтобы не задеть человека. Может, человек действительно хочет. Может быть, это... Не знаю, люди, как... Вот мне скажите, это круто, когда ты что-то делаешь на канале, да, вот чем-то занимаешься. И помимо... Универсальный канал, да. Вот я считаю, что мой канал универсальный. Как хотите, можете отрицать, и в камент так прыгать, сплю я слюной, что это на самом деле не так. Потому что канал у меня универсальный, если вот кто-то делает что-то помимо... Ну, допустим, кто-то тоже занимается СМР, болталками и прочей требухой. И нормально это, получать такие каменты с текстом таким вот, ну, сама интонация, предложение, что да ты должна, да где-то, да вот с каким-то требованием. Может быть, конечно, это круто, когда вот так пишут, я всегда в афиг подаю. С одной стороны, мне хочется ответить такой же стезе, а с другой стороны, думаю, что, может быть, я не права. И человек вот действительно настолько жаждет этого долбанного СМР, задонатить ему религия не позволяет, а срать в каменты очень позволяет. И я должна очень вежливо, наверное, ему отмечать, спасибо, зритель, что ты так жаждешь СМР, что срёшь везде, где только можно, учитывая, что СМР недавно вышло. Вот я вчера записала СМР, выложила, думаю, о, можно вздохнуть спокойно, можно неделю не вспоминать про Ютуб, только о воскресенье сделать цепь. Я не знаю, может, меня, конечно, попустило Ютубом, я заметила, что я реже стала писать. С одной стороны, у меня в других местах стало как-то больше дел. С другой стороны, я помню, когда я зашивалась переводами в рейндроп с первые полтора года жизни, при этом у меня ещё как бы бабушка была жива, и тоже как-то по времени было, ну, не очень. И при этом я дофига снимала всяких роликов. Ну, может, не дофига, она оглянусь в то время, очки протруют, что-то они у меня грязненькие. Ну, я знаю, что есть любители, которые любят, когда я без очков. Я вот сейчас смотрю на камеру, оно всё расплывается, я знаю, что вот здесь вот квадратик у лица, но я его только слегка вижу, всё равно немножко грязное. И я про то, что я понимаю, что я редко стала как-то Ютубом заниматься, ну, редко, но метко. Я ещё вчера выложила это, ну, уже не стала, короче, ждать, когда оно домонтируется и зальётся, просто поставила галочку, что не надо говорящих реклам в СМР, потому что в СМР у меня нет говорящих реклам, на что некоторые сегодня по поболе я, правда, венечком почистила, потому что те люди, которых я достала из-за бана, ну, не ценят нормального отношения. Я просто знаю, что есть несколько зрителей, которые, спасибо, конечно, что вы за меня заступаетесь, когда срёте с ними в комментах, но когда понос словесно идёт из двух ртов, меня это напрягает, думаю, вот сейчас вот это животное высрало тут своим фейховым аккаунтом, 125-м по счёту, на самом деле, не знаю, сколько, вот сейчас одну цифру назвала, и кто-нибудь придёт и будет с ним меня защищать и защищать то, что я делаю, и потом это всё перельётся в дикий срасть. Думаю, да ну нафиг, зачем человеком трампировать, венечком почистила. Короче, у людей там поболело, что я вот, видимо, наверное, круто, когда вот человек засыпает, а в середине ролика ему орёт реклама и фрэшэээ! Или ещё что-то. Короче, сняла галочки с компа, зашла, чтобы не было болтливой рекламы, ставила ноутбук, включённым на заливание дальше, и отрубилась она где-то в 6 утра. Ну, а самер просто получается вот именно такие, чтобы не было лишних звуков, даже как-то отгоняла, Не знаю, я тут кусок здесь стала монтировать, потому что уже ужасно так устала, меня врубала дико. Не знаю, слышно ли там, как кот прошёл, и я его шарахаю, а он так увидел, что я тут сижу без движения, практически руками что-то с пакетом шевелён. Надо бы подойти, подрать ковёр, ну типа это, хрен ли тут так тихо. Я его так рукой одной немножко турнула. Ну и, в общем, как бы днём там какие-то звуки всё равно стучат, говорят, собаки воют. А в это время очень редко, когда собака воет, ну и так, чтобы её слышно было. Поэтому я даже компьютер включила на ждущий режим, чтобы он не шумел. Ну, в общем, вот эти, этого типа ролики стараюсь писать всё-таки тогда, когда ночь. А нормальные люди как бы ночью спят. Люди, вы цените хотя бы такое отношение. И, в общем, я тогда так подумала, кто-нибудь зайдёт совершенно левым на мой канал, да, зайдёт вкладку сообщества, а я тут плююсь желчью на тему того, что меня задолбали с агрессивными требованиями этого долбанного СМР. Думаю, сколько раз уже писала, помню, ВКонтакте, типа, ну, подобные темы, не обязательно СМР, ну и что-то такое. Всегда обижаются те, кого это не касается. Всегда клюют те, кого это совершенно не касается. Кого это касается, им совершенно посрать. Ну, и, в общем, как-то в итоге этот удалила. Этот пост даже не напечатав его, думаю, хрен с ним. Вот мне просто к тому, что вот меня, знаете, так вот такое неуважение совершенно отталкивает. Я понимаю, что другие адекватные люди не виноваты. И что те, которые срут в комменты со своими требованиями, вряд ли поймут, что я пытаюсь им донести. Но вот когда я сижу, читаю комментарии с какими-то требованиями, совершенно левый ролик, что-то такое. Причём ты должна порисовать людей. Я редко рисую сейчас. Я практически уже давно не пишу стихи. Вот всё, что у меня вот эти три темы были, тексты, музыка и рисунок. Вот этот треугольник моего основного творчества, откуда вот это всё и пошло. Я очень редко этим сейчас занимаюсь. Я не знаю, может, вам, конечно, круто, вот что кто-то порисовал, вам пострадать, что он там рисует и с пальца высасывает. Вот у меня, когда нет вдохновения, я даже из пальца очень сложно что-то высосать, я не могу. Вот у меня есть там какой-то АСМР, где рисуют цветными карандашами ещё в прошлой квартире в большой комнате на столе деревянном у балкона. И там какое-то овальное лицо. Вот я понимаю, что это какой-то ужас какой-то вообще. Это тупо порча акварельной бумаги, тупо трата времени. Там настолько из пальца всё высосано, что полный трындец. Я не знаю, почему. Людям некоторым нравится. Я понимаю, что кому-то и руками голый, пардон, задницей в краску сесть, а потом по листу размазать. Кому-то и такое понравится. Мне и кандинский тоже нравится. Но суть такая, что там настолько трындец, я понимаю, что это ужас. Я не знаю, может, людям, конечно, нравится чем больше, тем лучше. Так, ну, как бы дерьмо. Есть и только у меня. Дерьмо есть и на Ютубе, в других каналах. Можно просто забить там что-то и смотрите, как оно рисуется. Вообще не понимаю логики. Вот я рисую там на камеру или кто-то другой. И ещё момент. Мне нравится рисовать, если есть вдохновение, то мне нравится рисовать. Я рисую под музыку, чужую музыку. Под громкий хэви-метал, под какой-нибудь грайн-корпорт. Что-то такое тяжёлое и скоростное. Панфинский лав-метер, ещё что-то такое. Вам же эта музыка будет мешать. У меня есть какой-то ролик синерджи. Мне там были в каментах, что не слышно, как ты рисуешь. Не видно там ещё что-то. Главное, идёт чужая музыка. И оно как бы ни то, ни сё. И вот учтите хотя бы такой момент, что я в деревне рисовала ручкой что-то. Кому-то нравится карандашом, когда рисуешь. Видимо, разные звуки. Кому-то нравится, когда ручкой рисуешь. И вот тем, кому нравится ручкой, другим не нравится, что это ручка. Рисовала ручкой. Я рисовала чисто от балды. У меня было вдохновение. Ну, момент. Я могла включить музыку и рисовать. Но я включила камеру. Ну, цените хотя бы такое, блядь, отношение. Вот, честно, настолько задолбало. Ещё типа, вот ты не снимай другие ролики, снимай только АСМР. Жить не живи, есть не ешь, спать не спи. Ничего не делай, снимай АСМР. Люди, потом это ещё ведь монтируется. Это как бы, ну... Даже просто вот два фалика отдельных склеить. Ещё время нужно какое-то. Оно же не само штампуется. Вот этого не понимаю. Видимо, у меня обзор будет между... Груши Вильямс, которые сейчас идут по скидке четыре штуки. Тут пакетик, кстати. Взяла одну грушу в пакетике. Я как-то брала уже такую грушу в таком пакетике. Ну, в смысле, бумажная такая бумажка. Я пощупала. Думаю, она такая АСМРная. Смотрите, я ведь про вас думаю, сволочи вы такие. Сейчас всё обиженные, обиженцами будут сволочи. Сволочи, я вас обозвала по-доброму. Хорошо, я даже вырезать это не буду. Хотя я это просмотрю. Мало ли там что где, срезать. Включила, выключила. Короче говоря, я уже пару раз брала грушу в таком бумажном бумажке. Типа бумажный пакетик. Я говорю, что-то такое пощупала. Он такой, такие звуки АСМРные издаёт. Думаю, у меня там ещё где-то такие бумажки упаковочные. Думаю, надо разобрать. Буду разбираться, включу камеру, пошуршу ими, а потом нахрен выкину. У меня ещё там полка в шкафу есть. Какие-то вот... Сейчас заодно спрошу, кто оселит этот ролик. Особенно до этого момента дайте знать, если вы при этом АСМРные. И вы любите не только обзоры всякие, но и АСМР тоже. У меня там какие-то бумажные куклы. Я помню, что их в той квартире обозревала. Но, по-моему, как-то так скоростно сделали. Просто шуток у меня есть. У меня там какие-то бумажные бумажки. И часть из них я буду потом выкидывать. Хотите, я поставлю на столик такой, значит, всю эту хренатень. Включу камеру и буду разбирать при вас на камеру. Если хотите, напишите в каментах. Если нет, то я просто их разберу по-тихому и что-то утилизирую. Или, возможно, даже так. Хотите вот эту штуку? С вас доставка до вашего местоназначения. С меня эта штука. Только не прийдите с камента, что я вам должна. Я вам ничего не должна. Так же, как вы мне, в принципе-то. И вот меня вот эта тема очень, видимо, задолбала, раз я столько времени говорю про нее. Но, честно, вот реально. Я сидела, монтировала ролик, читала этот камент. Мне настолько отвращение было. Думаю, блин, я что-то делаю для людей. Эти долбаные баночки, которые в феврале не снимала. Сняла все-таки. Потому что знаю, что кому-то вот это интересно. И знаю, что есть те, кому интересно не только баночки, не только АСМР, но еще и баночки. И вот я что-то делаю, мне вот такое пишут, что вот все, что ты делаешь, это говно. Ну, вы хоть иногда, но ставьте себя на место того, кому вы это говорите или пишете. Ведь я вот такая белая, пушистая, сижу где-то там за монитором. На другом конце не знаю какого-то света, да. А если вы кому-то попадетесь и кому-то в лицо это скажете, не все же люди адекватно воспринимают подобные высеры, свой адрес необоснованные. В общем, всем хорошего настроения и пытайтесь все-таки ставить себя на место других, если вы пришли на канал кому-то или на какую-то творческую площадку и пытаетесь сказать, что я вот хочу. Вот человек на английском мне попросил, не могли бы вы рассмотреть такой вариант снятия вот такого-то ролика вот с такой-то хренотенью. Отличная идея, я еще думала, что такое еще, ну как-то новое что-то. Вот, во-первых, отличная идея подкинутая. Во-вторых, вежливо попроси, учитесь вежливости, черт вас, дерья. Да, я это имею в виду тем, кто светливостью не в ладах. Если вы умеете обижаться на то, чего нет, ну, это уже ваши проблемы. Короче, вот груша, 4 груши. Я думаю, все-таки одну грушу схомячить так, пакет, вот груши, вот пакеты. Бананы, видимо, тоже теперь вот пакеты. Грушу одну я схомячу так, другие я сделаю с фруктовым пюре. Так, что тут у нас еще? У нас тут то самое яблоко, которое лежало в апельсинах и говорило, Люля, я такое красненькое. На самом деле оно не до конца красненькое. Он говорит так, Люля, ну купи меня. Я его купила. А ведь сладкое тупо за яйцами. Еще у меня тут джумовская посылка. Я хотела ее отдельно обозреть, а потом, думаю, раз она мне досталась, а тут... А ладно, обозрю отдельно, у меня же плейлист джума есть. Раз уж сделала плейлист, то хочешь, не хочешь. Тут у меня где-то телефон. В сумочке, которую мне подписчица Илька задарила. В ней уже зеркала давно нет, но я ее юзаю, когда на велике езжу. Ой, блин, как бы тебя достать-то вообще. Она звонила родня. Как раз пока я была в магазине. Ну, перезвоню родня. Синяк вот это. Вот. У магнита на уведомлении, как у там Сбербанка, теперь своя какая-то картинка магнитовская. В общем, вот так выглядит коробочка с картой. Магнитной, которая теперь как пятерки карта, типа, предъявляешь вместе с оплатой, и тебе будет счастье. Я ее потом активирую. И вот там я взяла такую фигню. Ваша карта в мобильном. Тут, значит, история покупок, баланс, ну, приложение для яблоков и гуглей. Ну, в смысле, ведроида. Оформите карту и оплачивайте покупки до 100% бонусов. Бонусом до 100% покупки знака, звездочки, видимо, какая-то пометка. Тут такая семейная семья. Один бонус, один рубль. 5%, 0,5% с каждой покупки. Я потом это внимательно просмотрю. Ну, и тут, короче, там по телефону, на сайте, по номеру какого-то номера. И как ее тут активировать. Акция больше покупок, больше бонусов. Ну, и т.д. Была обычная такая брошюрка. Теперь вот и у магнита есть такая карта. В общем, всем спасибо за просмотр. Вы уж не буяньте, что я тут буйствую иногда. Когда мне говорят, ну, не обращай внимания. Вот, знаете, с одной стороны, правильно не обращать внимания. Тут на некоторых уже не обращаю внимания, потому что я знаю, что от них ожидать. И адекватного восприятия отношений они не понимают. На некоторых, ну, если бы я не обращала внимания, я бы ни на чего не обращала внимания. Потому что некоторые срут каменты, а потом выясняется, что у них нервный срыв. Они извиняются в личных сообщениях какой-нибудь социальной сети. Конечно, я не одобряю такого отношения. Ощущаю вообще поведение. Я же не срываюсь на вас. А некоторые, ну, общаться только на таком уровне могут. Ну, и вообще как-то всем хорошего настроения. Я надеюсь, вас не вгнала в какую-то депрессию или типа того моё. Тут не готово. Вообще надо привыкнуть. Вот. Если бы Лёля не была вот такая... Буйно так не реагировала бы на что-то. Ну, у меня, как всегда, долго-долго копится, а потом выплёскивается. То, наверное, я бы и не вела канал, меня бы и не смотрели. В общем, всем спасибо за просмотр, кто осилил до конца. Всем пока!